с вами николай пивненко в проекте дата сегодня 10 сентября всемирный день предотвращение самоубийств дело в том что по данным всемирной организации здравоохранения которая стоит у истоков этого дня общее количество смертей от суицида сейчас приближается к миллиону в год тенденции таковы что число самоубийств по всей видимости в ближайшие годы возрастет в полтора раза современные ритмы жизни работы а также по-видимому многие субъективные факторы приводят к тому что в определенный момент даже самый простой разумный человек почему-то решается на самое страшное преступление преступление против себя против своей жизни по статистике в среднем половина случаев насильственной смерти в мире приходится на самоубийство и об этом нужно думать не только 10 сентября но и в последующие дни и думать не только о себе но и о тех кто находится рядом с вами у родившихся 10 сентября 1872 год в этот мир приходит владимир арсеньев русский советский географ этнограф и писатель исследователь уссурийского края дер су узала благодаря своим путешествиям и книгам получил прозвище уссурийский горький сказал об арсеньеве что ему удалось объединить себе брема и фенимора купера 1931 год день рождения актрисы люсьены овчинниковой девчата девять дней одного года и снова анискин большая перемена зрители помнят ее по многим работам которые я только что перечислил но известность и народную любовь ей принесла наверное все таки роль кати фильме девчата она же навсегда определила ее амплуа в прессе люсьену называли лицом советского кино 60-х но само советское кино взяла и ограничила актрису хоть и выразительными но небольшими ролями представьте себе на протяжении десятилетий творческой жизни репертуар обчинниковой это дворничихи работницы дежурные метро учительницы младших классов сердобольные соседки а прежде всего подружки и матери главных героев и героинь люсьену узнавали на улице но имени вспомнить не могли ее знали как нюру нину катю на димашу знали под именами ее персонажей а ее редкое имя люсьена знали не все сменить образ простой рабочей девушки она так и не смогла а других ролей никто не предлагал 1938 год день рождения евгения татарского российского кинорежиссера известного нам по работам приключения принца флоризеля джек восьмеркин американец колье шарлотты 1948 год 10 сентября в этот мир приходит игорь костолевский народный артист российской федерации лурят премии ленинского комсомола и государственной премии страны президент российской национальной театральной премии золотая маска ну а фильмы тегеран 43 безымянная звезда и это все о нем гараж звезда пленительного счастья ну и конечно же театральные работы 1955 год в этот мир приходит лариса долина ее почти 30-летняя сценическая жизнь увенчана всевозможными наградами лучшая рок-певица лучшая джазовая певица лучшая певица года лучшая певица страны в 98 ей присваивают звание народной артистки страны голос ларисы долиной звучит в 70 мультфильмах и кинофильмах в том числе в таких популярных картинах как 31 июня мы из джаза чародеи человек с бульвара капуцинов в 1964 году родился евгений белоусов советский российский поп-певец автор песен как его звали тогда женя белоусов который ушел из жизни совсем молодым но все равно что-то оставил после себя гай рича родился в 1968 британский кинорежиссер сценарист продюсер а в 1972 в этот мир приходят максим виторган российский актер театра и кино режиссер постановщик теперь же о некоторых событиях 10 сентября 1492 год постановлением московского собора начало года в русском царстве перенесено с 1 марта на 1 сентября начиная с 1700 года начало гражданского нового года указом петра 1 будет перенесено на 1 января но церковное исчисление нового года по-прежнему начинается с 1 сентября на четыре месяца ранее учебный же год тоже по традиции начинался 1 сентября трудно не запутаться когда же все начинается и когда все заканчивается 1725 год екатерина первая жаловала орден александра невского себе а также еще двадцати одному человеку из высшей знати императорский орден святого благоверного князя александра невского государственная награда российской империи с 1725 до 1917 года учрежден екатерина и стал третьим российским орденом после ордена святого андрея первозванного и женского ордена святой великомученицы екатерины знак ордена представлял собой четырехконечный прямой крест с расширяющимися концами и характерными двуглавыми орлами которые были помещены между концами креста в центре располагался круглый медальон с изображением конной фигуры александра невского также к знакам ордена относилась серебряная восьмилучевая звезда с девизом ордена за труды и отечество 1894 год джордж смит лондонский водитель такси становится первым человеком в британии которому предъявлен приговор за вождение в нетрезвом виде не справившись с управлением он въехал точно в двери дома штраф составил один фунт стерлингов такие были времена 1941 год в ходе смоленского сражения с 30 августа по 6 сентября советские войска разбивают группировку фашистских войск в районе ель не немцы в панике оставляют боевые позиции 6 сентября над ель ней вновь взвился советский флаг а 10 сентября наступление советских войск было прекращено и началась перегруппировка войск 1977 год в тунисский иммигрант хамида джан дуби осужденный как убийца становится последним казненным на гильотине преступником во франции через четыре года гильотина как орудие смертной казни будет навсегда запрещена 1993 год на телеканале fox телевизион премьера первого эпизода культового фильма 90-х годов секретные материалы показ завершится 21 марта 2018 совсем недавно за это время будут сняты 218 серий но еще об одном событии более подробно 1972 год благодаря броску на последней секунде советская сборная по баскетболу выигрывает финальном матче мюнхенской олимпиады у сша 51 50 пожалуй самый известный поединок за всю историю международных баскетбольных соревнований и совершенно точно самый яркий за всю историю этих турниров на олимпийских играх до этого момента сборная сша ни разу не уступала финалах игр даже несмотря на то что в те года на олимпиады ехали не профессионалы из нба обыкновенные студенты и так счет на табло 50 49 в пользу американцев главный тренер сборной ссср владимир кондрашин берет тайм-аут принимается решение доверить завершение игры сергею белову и модестасу палаус каусу первая попытка советских баскетболистов ввести мяч закончилась неразберихой у судейского столика арбитр секундометрист оказывается если такой взял и отказался подписать протокол поскольку по его хронометражу игру остановили чуть раньше положенного проблема была в том что табло включили в тот момент когда иван едешка отдавал пас они в момент касания мяча игроком принимающим передачу как того требует правило после устранения всех неполадок едешка получил еще один шанс наверное самый главный своей жизни и на этот раз через всю площадку бросает мяч к счету американской команды где находился александр белов джеймс форбс в этот момент упал а кивин джойс оказался за лицевой линии советский баскетболист поймал мяч и отправил его в кольцо секундная немая тишина победа американцы подают протест и судейская коллегия до самого утра обсуждает ситуацию но мы все-таки чемпионы верить в победу нужно до самого конца даже когда против тебя все а еще не было четыре года но мне кажется я помню это видео сохранилось как замечательный советский спортивный комментатор нина еремина грустным голосом говорит о том что американцы становятся олимпийскими чемпионами а потом появляется этот шанс и что происходило с ее голосом когда мы выиграли с вами был николай пименко в проекте дата